Книга «Открытым оком». Том 8. Тема «Промсел Божий». Вопрос. 2198. «Чем объяснить, что один человек развит, а другой в той же стране, даже в том же доме, но от него ни жару, ни пару?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Каждый человек еще до рождения запрограммирован на избрание благословения или на ненависть от Бога. Псалом 46.5. «Избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил». Малахия 1.2. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, — в чем явил ты любовь к нам?» «Не брат ли Исаф Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова». Римлянам 9.11.13. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел». Эта глава Крымлина разъясняет самое непонятное и неразъяснимое, с чем нужно смиренно согласиться, промысл Божий. Его предведение нашей будущей жизни вмонтировано на отношении Творца к каждому индивидууму. Но от человека сокрыто замысло Божие о нас, поэтому человеку и нужно все делать так, как бы этого избрания и предизбрания не существуют. И каждый должен трудиться на конечную цель — преображение в образ Божий, быть вводимым Духом Божиим. Что выше сказано, и вся девятая глава Крымлинам говорит только о земной роли, уготованной и Еговой каждой личности. На вечность это не влияет. Одному он дал родиться со всеми болячками, слепым, глухонемым или державшимся за пятку брата. Бытие 25-26. Цитата. Потом вышел брат Его, держась рукою своею за пяту Исава. Кавычки закрыты. Разве в утробе матери мог он осознать свою будущую борьбу и свои подножки брату единоутробному? Но это необычное поведение уже насторожило, давало определенный отзвук еще до самых событий. Это выражается в отношении родителей к чаду, к молве о его необычайном рождении. Лука 1, 65-66 стихи. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. А вот уж дальше зависит лично от каждого, от родителей и от окружения, как поставить процесс становления характера личности. Будут говорить еще о наследственности, о яблоке, которая недалеко падает от яблони. Блудно нажитое дитя очень склонна повторить подвиги, в кавычках, своей мамаши. Из Икииля, 16-45. Цитата. Ты, дочь, в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты, сестра, в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих, мать ваша хитиянка и отец ваш Аморей. Только кажется, что если человек попадет в хорошие руки, и он будет иным. Премудрость Соломона, 3, 12, 16 по 19 стихи. Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семья беззаконного ложа исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Иеремия, 13-23. Цитата. Ситуация может переменить только встреча со Христом, уверование в Иисуса, как заместительную жертву за наши грехи, лично за мои преступления. Жизнь в Боге меняет этот код, запрограммированность вводит в родство с Богом Савауфом, усыновляет при рождении свыше. Римлянам, 9, 25. Цитата. Как и у Осии говорит, немой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. Исход, 15, 26. И сказал, если ты будешь слушаться глаза Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Напротив девятой главы к римлянам стоит в помощь ей Иезекииля, 33 глава. Ее нужно читать всю и несколько раз. Здесь приведу только несколько стихов из нее, чтобы понять, что от человека зависит, быть ли благословенным на избавление от греха или утопать в беззаконии. Стихи с 12 по 20, 26. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику, в кавычках, ты смерти умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, запохищенный заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он делал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят, «Неправ путь Господа», тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего, не стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите, в кавычках, «Неправ путь Господа». Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. Вы опираетесь на меч ваш, делайте мерзости, оскверняйте один жену другого. Не хотите владеть землею? Ничто так не подавляет правильный рост растения, как лежащий сверху тяжесть, камень, отсутствие света, влаги и тепла. С великим трудом, изогнувшись, только уж очень сильное семя может пробиться к свету. Заграничные богатые, но бездетные люди усыновляют русских уродов, брошенных грязными тварями, делают дорогостоящие операции, лицо приобретает нормальный вид у обреченного младенца, его ставят на ноги, открывают таланты. Но воспитание должно быть свободным, в определенных рамках закона, религиозного и гражданского. Если нет этой установки, то дитя может расти свободным, боевым, склонным к убийству и к самоубийству. Примеры двух противоположностей во всем ином, кроме свободы ребенка, не наказываемого родителями, чеченцы и японцы. И эти два полиса теряют разницу между собой во Христе, когда обращаются к Искупителю, усыновляются и делаются едиными в теле Христовом. Тяжесть несвободы, давление от вышестоящего по должности, как епископ над священником или священник над паствой, закабаляет душу под иго одного деспота, которому вынуждены петь, в кавычках, из пола этих деспота, и поступиться всем теплом от слова Божия, светом от священного Писания, окроплением Божьей влагой заповедей Вышнего. Ничто так не уничтожает, не подавляет природную тягу к раскрытию личности, характера, как страх от близких, несвобода, утопляющая или в убийственной дерзости, или в обычной и незаметной трусости во всем. Эта трусость оправдывается затем самим ее владельцем и хранителем и делает его апологетом трусости, корысти и всопроникающей лжи во всем. В этом состоянии находятся православие, ее пастыри и паства. Кавычки закрыты. Закваска слова Божия оказалась выброшенной или квасится в книгах, непритворяемых в жизнь или в горах, в пещерах и в монастырях у монахов. «Никто не возбуждает дух ревности идти в мир с закваской для трех мер – муки, чтобы люди услышали о Христе, уверовали во Христа, жили по заповедям Христовым». Титу 1.9. Цитата. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать».